По итогам конкурса «Лучший продукт Подмосковья» в номинации «Лучшее молоко» второе место присуждено молоку, произведенному в Пушкинском районе ЗАО «Зеленоградская». Конкурс проводился по инициативе Министерства сельского хозяйства Московской области в честь ее 85-летий. В конкурсе приняли участие более 200 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 22 муниципальных образований области. Производители малышной продукции Подмосковья привозили свои образцы в министерство, оставляли для дегустационной комиссии, больше никакого участия не принимали. То есть конкурс был закрытый, все образцы были под номерами, поэтому максимальная объективность данного конкурса была там внедрена. Были очень достойные соперники, которые представляют современные животноводческие хозяйства и современные москоперабатывающие предприятия. Но мы находимся в числе лидеров и очень рады получим результат. На сегодняшний день зал Зеленоградска, наряду со знакомой уже продукцией, молоко, кефир, ряженка, простокваша продолжает расширять ассортимент выпускаемых молодших продуктов. Поставляемым сегодня в магазине творогу и адыгейскому сыру, в скором времени добавится йогурт, сметану и масло. Наращиваем и производство молока. Мы к прошлому году сегодня дали прибавку, даем к прошлому году, где-то 4-4,5 тонна молока. Именно эти задачи увеличение объема производства молочной продукции поставил губернатор области Андрей Воробьев на прошедшем недавно совещании с производителями и переработчиками молока. Переработчики жаловались на нехватку натурального, невосстановленного молока, тем более, что спрос на натуральный продукт в последнее время возрос. В свое время, скажем, в те 80-е годы, в советские времена, Московская область производила 2 миллиона тонн молока. Сегодня эта цифра где-то в пределах 600-640 тонн всего, то есть в три с лишним раза снижено производство молока. И поставлена задача удвоить производство молока по Московской области. Продвигая собственную продукцию, ЗАО «Зеленоградская», продолжая сотрудничество с «Глобусом», ведутся переговоры с другими сетевыми супермаркетами, развивая мясную составляющую производства. ЗАО «Зеленоградская» закупили мясную породу и уже получили первый молодняк. В прошлом году приобрели абердина ангусов, сначала просто быков, потом тёлок, и сегодня уже имеем приплод. Около 20 голов у нас уже народились приплоды мясных пород. Что отличает, скажем, эту породу мясную от быков молочной породы? То, что у них больший выход мяса, у них большие привесы, то есть быстрее они растут и получаются большие привесы, чем у быков молочной породы. Сегодня мясо этих красавцев можно приобрести в Вильдигинском магазине, а также оно поставляется в некоторые рестораны Москвы. Мясо поступает в наш магазин совхозный, здесь в Вильдигина, муниципальные заказы тоже этого мяса. Ну и планируем, часть берут, часть берут немного, но уже, кто знает, берут московские рестораны. В следующем году ЗАО «Зеленоградская» справляет свой юбилей. На 50-летие планируется закончить строительство административного корпуса, где будет создан музей истории хозяйства. Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов, Анастасия Надеждина. Специально для телеканала «Твой».